Суд первой инстанции оправдал мэра Юрмала Гатиса Трукснеса по делу о возможной фиктивной командировке. Обжаловать ли это решение, прокурор решит позже. Оправданно оказалась и глава бюро мэра Юрмала, которая проходила по делу как соучастница в подделке документа. Как свидетельствуют записи телефонных разговоров, которые сделало антикоррупционное бюро 26 апреля 2016 года, мэр Юрмала Гатис Трукснес не мог прийти на работу. Поэтому глава бюро мэра Ингрида Вилкарсе предложила оформить фиктивное распоряжение об однодневной командировке в Даугавпилс. Трукснес на это согласился. Распоряжение Вилкарсе подала в думскую бухгалтерию. Прокуратура предъявила обвинение как Трукснесу, так и Вилкарсе за подделку документа. Суд Ричского района в Юрмале оправдал обоих. Мотивы суда пока неизвестны. Я попросил суд подготовить полный приговор. Я ознакомлюсь с судебной аргументацией и приму решение, обжаловать приговор или нет. Это все, что я сейчас могу сказать. Сам Трукснес заявил, что дело против него является политическим. Сам он не отрицает, что распоряжение о командировке в Даугавпилс действительно было. Но его планы изменились. По словам Трукснеса, распоряжение не означало, что он в обязательном порядке должен был посетить Даугавпилс. Нет необходимости в каком-то документе для оправдания моей неявки куда-либо. Я не должен находиться в какое-то время в каком-то месте. Были случаи, когда я целый день не находился в здании Думы. Были случаи, когда я уезжал по каким-то делам в министерство или куда-то еще. Если понимаю, что меня не будет, иногда звоню и предупреждаю. Иногда не звоню. Гатя Струкснес с небольшими перерывами руководит Юрмалой вот уже 10 лет. Он фигурировал в уголовных процессах о возможном получении взяток и незаконном финансировании партии. Марина Лебезева, Марис Клуга, Латвийское телевидение.